12 июня день России. США вводят блокирующие санкции против московской биржи. Мосбиржа сообщает, что прекращает торги долларом и евро, но все те же операции можно совершать через банки. Государство гарантирует возврат всех валютных вкладов, которые были положены в российские банки, то есть граждане спокойно могут обменивать валюту. Единственное, меняется механизм определения официального курса. Вот то, что этот механизм будет работать, сомневаться не приходится. Но вопрос стоит в том, как этот механизм будет работать. Потому что у нас огромное количество малых и средних предприятий, которые завязаны на экспортно-импортные операции. Каким образом они будут осуществлять эти операции, пока непонятно. Не останутся ли они в стороне от столбовой дороги, не захотят ли уполномоченные банки заработать. Вот на этой ситуации, которая объективно складывается сегодня. Всегда какие-то новости, которые негативно, они влияют на рынок. И сегодня мы видим, к сожалению, что банки увеличили так называемый спред. Спред – это разница между покупкой и продажей валют. То есть они сегодня стараются подешевле купить и подороже продать валюту. Ну, естественно, это, конечно, в какой-то степени сказывается на предпринимателях. Ну, я думаю, это такая очевидная политика банков всегда. И я думаю, это и временное явление. Аналитики объясняют. В целом, мировой валютный рынок – это внебиржевой рынок. И переход расчетов от биржи к банкам в России вряд ли создаст непреодолимые трудности. Тем более, такой вариант отчасти был предсказуем после санкций против СПБ биржи. Эксперты считают, что хоть в перспективе эта ситуация может негативно повлиять на инфляцию, пока катастрофы не произошло. Я очень надеюсь, что в ближайшее время все-таки инфляция не будет разгоняться. Но в нашей стране это всегда непредсказуемо. А тем более в сегодняшних условиях, такого внешнего давления и санкций, все непредсказуемо. То есть, как повернется история завтра, даже не экономическая, а геополитическая, никто предсказать не может. И вот геополитические, наверное, риски гораздо более высокие, чем экономические. Что касается физических лиц, тут рекомендация, которую дают многие аналитики на сегодня. Не поддаваться эмоциям, подождать, что будет происходить дальше с долларом по отношению к рублю. По разным оценкам, курс не должен сильно измениться. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.